Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с мужем расстались. Прошло 3 месяца, я не могу не думать о нем. Постоянем в голове от этих мыслей. Скорость или сма. Подскажите, как избавиться от этих мыслей. Смотрите, какая штука. В первую очередь нужно соотнести причины расставания и то, что вы думаете. Вот. То есть, как получилось, что вы расстались. И в каком контексте вы думаете. Вот. То есть, дело в том, природа травматичности, она заключается именно в том, что вы хотели расстаться, но не расстались. Вы не хотели оставаться. Но расстались с вами. Вот. И, собственно, этот вот разрыв, да, не старается. Это есть в данном случае травматичный момент. И необходимо сначала определить, что с чем взаимодействовать, да. Вот. Если вы вот думаете о человеке, ну вот так вот, как вы думаете, да, то есть не можете выбросить там из главы мыслей о нем, то есть, как мне кажется, большая вероятность того, что вы думаете не совсем о нем, а есть вероятность, что вы думаете о, ну, условно говоря, знаете как, о своих потребностях. То есть, есть большая вероятность того, что вы чего-то хотите от, ну, от человека, как бы. А вот, вы чего-то хотите, вам вот, ну, что-то, что-то нужно. Вы сейчас это потеряли, то есть, ну, вот, у вас, ну, грубо говоря, больше нет возможности получить вот то, что вы, ну, то, что вы реализовывали. Вот. Вот. И, соответственно, страдаете вы именно от этого, от невозможности получить то, что вам нужно. И, соответственно, речь идет здесь, в таком случае, о фрустерации, вот, в том числе. То есть, речь идет о том, что вы фрустрируетесь, речь идет о том, что вы переживаете невозможность удовлетворить свои потребности. Вот. Соответственно, нужно выяснить, что это за потребность и, вот, учиться и реализовывать. Вот. Это то, что, с одной стороны, вам можно сказать. С другой стороны, с другой стороны, расставание с, ну, с человеком, да, с которым, вот, вас, вполне возможно, связывало что-то и, вполне возможно, связывало не один год, например, да. Вот. Это травма и это нормально. Поэтому, мне кажется, что самое лучшее, что мы еще сделаем, это дать возможность, вот, своей боли, которая у вас есть сейчас, разместиться, разместиться в вашей реальности, позволить ей этой боли быть и просто проживать ее столько, сколько нужно, вот. Сейчас мне кажется, что вы этого не делаете. Сейчас мне кажется, что вы стараетесь этого избежать. Это вот не лучшая идея, потому что переживание, это абсолютно нормально, вот, абсолютно нормально испытывать, ну, негативные болезненные чувства, когда происходит расставание. И, на мой взгляд, вам имеет смысл просто помочь это прожить, как определенный такой вот, ну, негативный этап в своей жизни. Избавляться от мысли не нужно, а в основе них лежит ваша определенная потребность. То есть, если вы избавитесь от своих мыслей, то потребность тоже будет, вот, в этом смысле подавлена. Вы можете быть уверены, что абсолютно никто от этого не выиграет. Вы не выиграете от этого совершенно точно. Вот, поэтому, ну, вот, грубо говоря, ваш способ, то, как вы сами обращаетесь со своими чувствами, и как вы, вот, предлагаете обратиться с этими чувствами, но в ответной степени вызывает серьезный вопрос. Вот, 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 пожалуй, такой момент и такой аспект хочется вам сказать. Поэтому, смотрите, выбирайте психолога, да, и, соответственно, начинайте работать, вот, по тем направлениям, которые я сказал. Может быть такая история, что получится его вернуть, если вы измените свою, ну, свою модель поведения, так скажем. Вот, но рассчитывать на это я бы не стал, вот, потому что это может, ну, может быть, а может нет. И тут очень важно, чтобы вы сами определились, сами на себя старались. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Следую. Покали rules. Следую. Следую. Не знаю. nenhum.